Еще тут такие парочка тем про многоподучность, которые мы с вами не досмотрели, которые им стоило бы досмотреть, это, соответственно, атомарные операции и конкурентные всякие коллекции. Значит, первое, это атомарные операции. Так, что такое атомарность? Все понимают? Неделимость. Да? Атомарность, неделимость, неделимость операции, это как понимать? Либо есть или нет. Неделимость операции, это как? Ну, это значит, что либо операция выполняется, либо операция не выполняется, и она не может выполнить сочистить. Вот, да? Все помнят эту штуку? По-моему, Рустам Сульманович очень любит про это рассказывать, еще не на первом семестре, про то, что это было атомарность. Это было так давно? Вот. И новый смысл, это понятие атомарности, принимает в контексте многопоточности. То есть, как мы понимаем, у нас все проблемы с нашими доступами и синхронизацией данных возникают из-за того, что некоторые действия являются не атомарными. То есть, добавление элементов в массив требует расширения массива и так далее, и так далее, и так далее. Значит, расширение массива действия не атомарны, и пока один поток хочет его в него добавить, если второй поток тоже начнет это делать, то они передерутся. Именно из-за того, что вот это само действие занимает некоторое время. Атомарность предполагает, что действия происходят, так сказать, мгновенно, с точки зрения нашего дискретного времени. То есть, это не значит, что они не занимают процессорное время, это значит, что они просто, вот с точки зрения согласования действий нашего дискретного времени, происходят мгновенно. И поэтому, если действие является атомарным, то оно является фактически потокобезопасным. Понятная идея? В принципе, так условно говоря, можно сказать, что все эти наши синхронизы, блоки и прочие мьютексы делают набор операций, ну, с точки зрения многопоточности, атомарным. Но в современных архитектурах есть более такой простой способ добиться атомарности, который встроен в большинство современных архитектур, называется CompareAndSet. И в частности, в Java этот CompareAndSet представлен некоторым набором классов, и один из них AtomicInteger. Вот. Вот сервис AtomicInteger. Можно попробовать открыть по нему документацию. Он находится в пэкадже java.concurrent.atomic, и крут тем, что в него есть некоторый набор операций, которые происходят гарантированно атомарно. Значит, как вы понимаете, записывать целое число, если оно помещается в регистр процессора, можно атомарно без каких-то плясок с бубнами. Когда вы в винтовую переменную записываете новое число, то не может получиться так, что половина числа записалась, половина числа не записалась. Согласны со мной? Вот. А вот если вы, например, делаете инкремент некоторого числа... Хотя вот если мы записываем число, оно не обязательно, ведь это атомарно, если... Да нет. Если машина не регистрирует, например. Ну, в смысле машина не регистрирует, а процессор не регистрирует? Или виртуальная машина? Виртуальная машина. Ну, вот дело в том, что виртуальная машина это не зависит. Это происходит на уровне процессора, и как он пишет в кусок памяти данные. Вот. То есть виртуальная машина здесь не важна. А вот когда мы делаем там int i равно 0, и плюс плюс, вы же согласны, что получается, что у нас там на самом деле не одна операция? У нас сначала считывается, и потом к нему добавляется единичка, потом результат записывается. В общем, все долго и нутро. И поэтому, например, если мы захотим сделать такую... Ну, например, мы хотим посчитать вот в этом нашем примере, да, с ParallelStream. Помните, да, что такое ParallelStream? Ну, к примеру, мы захотим посчитать... А в несколько потоков делается, да? Да, ParallelStream делается в несколько потоков. Мы, например, захотим посчитать количество потоков, которые одновременно работают. Можем мы это сделать? К примеру, там в начале мы будем наш i увеличивать, а в конце будем его уменьшать. Минус, минус. Да ладно, куда покомпактнется? Мы уже используем готовые клюзки кода. Ну, да, здесь можем его там вводить. Будет ли этот поток безопасным? То есть, получатся ли у нас нормальные данные? В смысле, получится ли в итоге i равно 0? Ну, получится ли в итоге i равно 0? И вообще, будет ли ты отображать реальное положение дел? Ну, с некоторой вероятностью. Ну, только с некоторой вероятностью, да? То есть, на самом деле, поскольку у нас один поток считал значение из этого и параллельно с ним второй поток считал значение, да, так далее, так далее. Значит, первый изменил значение, записал, второй изменил значение, записал. Значит, получается, что результаты первого потока были потеряны. Так ведь? Как мы можем это избежать? Кстати, Ара, а как он может, он может увеличить ее? Ну, если она объявлена как поле класса, то может. Если бы она была здесь внутри, то не могла. Как мы можем с этим бороться уже, используя известные нам методы? Ну, брать лог перед тем, как инкрибтировать их. Да, то есть, поставить лог. Вот. В принципе, это будет работать, но у этого метода есть недостатки. Как вы понимаете, что случится? Заметление. Да, мы убьем всю многопоточность. Ну, точнее, не всю, но ее большую часть. Поскольку все наши потоки будут вынуждены друг с другом согласовываться и не заходить внутрь, пока первый не выйдет, получится, что степень расправления нашей программы сильно упадет. Вот. И все это проливо в том, что операция плюс-плюс не атомарная. Но есть вот эти самые Atomic Integer, которые вот эту операцию плюс-плюс делают атомарной. И можно ее, например, собственно, тогда использовать. Вместо i взять наш Atomic Integer. Ну, и там, например, increment and get. А, здесь мы можем сделать наш Atomic Integer. Декремент and get. То есть операция плюс-плюс в данном случае является атомарной. И поэтому синхронизация здесь не нужна. Можем запустить, посмотреть, что там в этом случае будет. Хотя, скорее всего, ничего особо смыслного нам не выведет. Но пока не менее полюбуемся. Ну, вот. Видимо, он даже запустил пять этих потоков. И они даже параллельно отработали. Ну, что свидетельствует о том, что этот мэп таки считался параллельно. Понятная идея? Кстати, если мы добавим этих штук... Ну, вот, да-то. Чего? Конечный? Ну, давайте видим конечный. Мы его только декоментируем? Мы его комментируем. Вначале в конце декоментируем. А, не начальный ноль? Ну, начальный ноль. Можно даже написать явно, что он ноль. Ну, вот. Таким образом, мы можем, например, отслеживать количество потоков одновременно работающих. Да, из чего мы можем судить, что, да, что в конце они действительно пришли к нулю. И что, де-факто, распараллеливание у нас происходит на уровне максимум до 8 одновременно считающихся функций max. В общем-то, это действительно очень полезная штука. Ну, вот, пример для такого рода операции, когда вам нужен какой-то счетчик, когда вы хотите что-то считать. Единственный косяк, что, конечно, хотелось бы использовать его для каких-то более сложных операций. Но, вот, для счетчиков можете использовать, и, как правило, если у вас какой-то счетчик многопоточный, делать его от топик. Эта штука происходит на уровне инструкции процессора, и поэтому синхронизация здесь не нужна. И, соответственно, работать она будет гораздо быстрее. Понятная идея? Собственно, вопрос, а что внутри? Внутри там используется вот эта самая славная инструкция под названием compare and set. Можем с ней разобраться на примере... А, ну, соответственно, можем у нее полюбоваться, если мы возьмем ее. Это на томик интеджер. Вот, на самом деле, да, инструмент интеджер это более сложная операция. На самом деле, то есть, внутри используется вот эта славная операция под названием compare and set. Значит, как и следует из названия, что она делает? Она сравнивает и устанавливает значения. Значит, у нее есть некое значение, которое она ожидает увидеть в ячейке, в которую она хочет записать, и то значение, которое она хочет в нее записать. Понятно? Если при записи, которая происходит атомарно, в ячейке оказалось то значение, которое она ожидала увидеть, то в этом случае это значение будет в нее успешно записано. Если она увидела там какое-то другое значение, то, соответственно, операция будет провалена, и новое значение то записано не будет. Ясно? Вот, это такая базовая операция, которая на уровне микропроцессора предоставляет нам возможность атомарно обновлять некоторые данные. Значит, в данном случае эта операция либо успешно производится, если данные не изменились, например, другим потоком, либо, соответственно, не производится, если данные изменились. Как на основе этой операции реализовать инкремент вы все хорошо понимаете? Ну ладно, можем мы в примере, например, не инкремента, а, например, поиска максимального значения. Да, вот наша программа и так поищает максимальное значение, а мы вот, чтобы ее проверить, еще параллельно поищем максимальное значение через атомарные переменные. Можем же мы так сделать? Да? AtomicMax. Ну, пускай она там будет изначально равен 0. Вот. И мы хотим вот этот AtomicMax обновлять. Операции, которая бы, то есть встроенной операции в этот атомарный инт, которая бы обновляла нам максимальное значение, здесь нет. Так ведь? Но есть вот только вот эта самая готовая операция CompareAndSet. Значит, вот наша первая функция нашла нам какой-то Max. Так ведь? Нашла? Да. Значит, мы можем попробовать его записать в нашу эту переменную. AtomicMax. Ну, на самом деле мы же хотим просто записывать. Не, ну он типа будет на цикличной конференции делать. Нет, а с чем мы сравним? Он просто запишет вне зависимости ни от чего. Вот. Но это как бы плохо. Мы хотим иметь возможность в этот Max записать в этот AtomicMax только в случае, если он больше того, который там был. Так ведь? Да? Так мы обычно максимальные значения ищем. Значит, в принципе, могли бы мы сделать AtomicMax.get, сказать, что это какой-нибудь там наш IntCurrentMax. И дальше If Max больше, чем CurrentMax, то и вот до записок. Вот так бы это бы выглядело, да, в нашей программе. Но такая штука, как вы понимаете, не потоком безопасный. Потому что между вот этим Getом и вот этим Setом другой поток мог изменить это значение Max. Так ведь? Соответственно, мы вместо Set используем не функцию Set, а используем функцию ComparerentSet. Ожидаем мы здесь, что там CurrentMax и записываем туда Max. Таким образом, эта операция выполнится только в том случае, если в нашей переменной AtomicMax на момент записи Max туда хранится CurrentMax. Понятно? А? Антибов? Понятная идея? То есть, за счет чего мы достигаем потока безопасности? То есть, если мы здесь просто бы сделали Set, то получилось бы, что за время работы что-то изменилось. А если мы сделаем ComparerentSet, то мы проверяем, а изменилось ли что-то за время работы. И если... Да, соответственно, да. И если не изменилось, то мы ничего не делаем. Да, но вопрос. Если она туда что-то записалась, но, тем не менее, это значение все равно меньше, чем текущий Max. Так ведь? Значит, мы должны проверить... Что осталось из этого значения. Да. То есть, проверить это новое значение, так ведь? Ну, то есть, смотрите, у нас... Не знаю, надо нарисовать или на словах понятно. Значит, вот у меня есть один... Вот у меня есть какой-то CurrentMax. В нем, допустим, сначала 0. И вот у нас есть два потока. И один хочет записать Max, равный, не знаю, 3. А второй поток хочет записать, что Max, равный 5. Окей. Значит, этот Max считывает из этой... Этот у нас Atomic CurrentMax. Значит, считывает из него CurlMax. Получается, что здесь 0. Да? Считывает из него. Этот штука тоже считывает CurlMax. Получается, что здесь 0. Сравнивает. Значит, выясняет, что... Что 3 больше, чем 0. Так ведь? Значит, она должна сюда записать этот самый 3. Она делает. Да? Comparer and set, соответственно, 0, 3. Делает. Успешно сделала, так ведь? Потому что там сейчас хранится 0. Но она сравнивает, а не 0 или там. Там 0, поэтому она успешно туда все записала. Да? Теперь этот параллельно с этим... В этот же момент делает if... Теперь выясняет, что 5 больше 0. Так ведь? И хочет туда записать. Хочет туда записать, соответственно... Может, получается у него это сделать? Нет, потому что там уже на данный момент хранится 3. Так ведь? И это операция fail. Но максимально это 5, а не 3. В результате-то мы хотим получить, что тут 5. Так ведь? То есть потоков безопасности есть, но результат-то неверный. Что делать? Склично перезапускать. Да, на самом деле, если мы выяснили, что значение изменилось, что можем сделать? Мы можем прочитать новое значение и сравнить с ним. Ну, чё, а как это будет выглядеть? Ду. Где Ду? Вот сейчас. Так, а кроме Лазаревского у нас кто-нибудь понимает, что происходит? Где Ду? Вот. И Дули. Так, давайте. Я хочу, чтобы мне там кто-нибудь... А то вы рискуете один закончить. Да. Будете в одиночестве защищать диплом. Даже Кузнецов, видимо, у вас кинул. Ну, давайте. Идею поняли? То есть, есть ли наша комперенция? Она, кстати, нам возвращает бульвозначение, если вы обратили внимание. Которая говорит о том, успешна ли эта операция или неуспешна. Соответственно, если она неуспешна, то чё мы должны сделать? Ещё раз. Ещё раз. Так, чё делаем? Зациклируем. Где? Где цикл? Вот здесь пишем Ду. Ду. Окей. Ду. Поехали. Наверное, вот здесь, да, заканчивается эта проверка. Здесь? Ну, да, наверное. И надо написать условия. И до каких пор будем проверять? Наверное, пока как-то определить, пока входные данные больше не будет. Ещё предложение. Так, а комперенция не выполнится? Если она не выполнится, она может не выполнится, когда у вас пятёрка. Так? Так, господа, по-моему, задачка на уровне, не знаю, второго семестра, если не первого. Циклы и ифы. Операторы языков программирования. Пока не станет true. Ну, окей, пока не станет true. С кармаксом чё случилось? Видите, он не хочет открыть на кармакс. Он говорит, что я не вижу здесь кармакса. Почему он тут? Потому что он объявлен внутри тут. Можно попробовать его вынести сюда. Давай. С этим чё, с ифом, чё будем делать? Ничего. Так и оставим? То есть действие не зависит от того, больше или не больше. Просто преобразуем выражение интенсии. Так, Антипов, умеете циклами пользоваться? Нет. Чё делать? Проблемы поняли? Да. Вот этот кармакс нужно запустить ещё раз. Считать, ещё раз проверить и ещё раз запустить. Проверить-таки надо. Но проверка у нас почему-то ни на что не влияет. Чё нам здесь делать, потому что всё-таки на что-то влияло? Это, наверное, не надо просто. Если у нас получается то, что макс больше, тогда мы перезапускаем. Ты чего? Чё делаем-то с этой штукой? Куда мы её деваем? Может, если у нас макс меньше кармакс, нам это вообще не делать? Если у нас перезапускается этот цикл... Брейк здесь сделан? У нас и так уже макс больше. Ну, вот Антипов, у нас главный программист, я погляжу. Кто бы сомневался? Да? Так? Это то, что мы хотели получить? Или наши главные эксперты-программеры не скажут, что мы на подлокоте? У меня изначально, как бы, это было то, что можно было в другой цикл, скажем, сказать. Какой цикл можно было сделать? В файл, в файл, ну, неважно. Это прям прямое переписывание, я скажу. Я не знаю, я бы эту штуку просто в цикловую засунул, на самом деле. Мне кажется. Нет, вот это условие, например, можно сделать изображение со знаком вопроса и запихнуть его в условие. А? Что такое? С вопросами? Ну, я бы, не знаю, я бы сделал. Ну, вот это, в принципе, это вроде кармачий вариант, но... Ну, да. По мне так... Так, наверное, было бы повеселее. Да? Значит, считываем кармакс, и пока макс больше, чем кармакс, и нам удалось записать это в нашу память, точнее, наоборот, значит, пока больше, чем кармакс, и, соответственно, нам не удалось записать, повторяем. Понятно? Понятная идея? Значит, увидим, посмотрим, правильно мы вообще сделали. Понятная идея, как работают эти атомарные операции. Инкремент согласен, что, в принципе, можно сделать аналогично. Ну, совпадает. Понятная идея, как работают эти атомарные операции. Инкремент согласен, что, в принципе, можно сделать аналогично. Так ведь? Вот. Понятно, почему здесь нет лока, и что используется вместо лока, да? Блокировок здесь никаких нет. То есть мы наладили взаимодействие между потоками, наши потоки могут иметь общие данные, но при этом не использовать блокировки. Они вместо этого используют, это вообще еще имеет название, оптимистичная блокировка. То есть, на самом деле, она ничего не блокирует, но в последний момент она проверяет, а не изменилось ли что-нибудь в мире. И если что-то изменилось, то значит, она считает, что все, что она делала, бессмысленно, и нужно повторить действие. Понятная идея? Но, в итоге, мы достигаем того же эффекта, что и есть, если бы мы поставили синхронайзинг. Это лучше, чем синхронайзинг? Да. Может, какие-то моменты? Все согласны, что это лучше, чем синхронайзинг? Может, возле деда синхронайзинг? Он на прочную лекцию. Может, на второй курс скажут какое-нибудь экспертное мнение? Атомарные переменные лучше, чем синхронайзинг? Да. Исходя из всего этого, да. Тем более, что вы уже как-то это, по-моему, мы уже с вами это когда-то обсуждали давным-давно. Надо вспомнить. Ну, скорее всего, обсуждаться тоже есть. Да! Может, это атомарные переменные, если они доступны? Нет, ну что, атомарные переменные им доступны. Они как бы обладают более высокого уровня семантики и... Они не обладают более высокого уровня семантики. Это... Уровень семантики аналогичный. Но, как правильно, да. Все учились у Руслама Сальмановича, соответственно, зависит от ситуации. Бое дело, что атомарные переменные, они доступны. Давайте разбираться, насколько это зависит от ситуации. То есть, блокировка, если бы был бы синхронайзинг, у нас все потоки бы останавливались. Один поток выполнял бы работу, потом они все... И потом следующий поток выполнял бы работу, так далее, так далее, так далее. То есть, у нас, с одной стороны, ничего параллельно не происходит, но, с другой стороны, никто ничего не переделывает. Так ведь? В данном случае, у нас эти потоки могут операции внутри нашей штуки выполнять параллельно, да? Но, в итоге, кому-то, может быть, что-то придется переделывать. Соответственно, если у нас потоков очень много, и они все-все-все заходят в эту штуку, то есть вероятность, что им придется переделывать. Так ведь? А если потоков много, и половине из них приходится переделывать, то... Операции получения логов, они достаточно продвижающие. Да, здесь у нас нет операции получения логов. Да. В этом нет. Но если потоков очень много, и половина из них даже вынуждена переделывать эту операцию, получается, что у нас как снежный ком. Чем больше потоков, тем больше приходится переделывать, а чем больше приходится переделывать, тем больше потоков будут крутиться-крутиться-крутиться в этом цикле. Понятная идея? И, в итоге, это может быть гораздо медленнее, чем лог. Потому что у вас тут слишком много потоков. Но, с другой стороны, если потоков мало, то у вас вообще никаких логов не будет. То они бы... То есть, этот код будет выполняться практически так же быстро, как и код, который никак не ориентирован на многопоточность. Поэтому вот такой вот баланс. Еще очень многое зависит от того, насколько дорогостоящее нам переделывалось. Сравнить два числа – это недорого. А вот если бы мы там писали бы в какую-нибудь базу данных, или вообще что-то длительное здесь вычисляли... Ооо, да. У вас даже лаба про это теперь есть. Да. Собственно, транзакции на этом и строятся. Ну, не то же прямо на этом, а на аналогичных механизмах. У них там больше стоит. Но, кстати, не исключено, что там в самом низу что-то вроде этого и будет. То, соответственно, если эта операция дорогостоящая, если переделывать дорого, то, разумеется, атомики могут сильно испортить вам жизнь. И никакого производительности вы здесь не добьетесь. Так что думайте. В целом, они работают быстрее, чем мьютексы. Они не склонны приводить вас к дедлокам. Да, потому что, собственно, никто никого не блокируется. Поэтому шансов на то, что ваша программа зависит из дедлока, довольно мало. Вот. Но, с другой стороны, получается так, что если потоков очень-очень много, то атомики будут тормозить. А если... А в некоторых обстоятельствах может случиться лайфлок? Ну, да. В некоторых обстоятельствах может случиться лайфлок, но лайфлок все-таки лучше, чем дедлок, потому что из лайфлока больше шансов выйти. Из дедлока шансов выйти никаких. Если вы там специально не отслеживаете их и не интераптите, то из дедлока программа выйти, в принципе, не может. Из лайфлока можно. Но, опять же, если здесь очень много потоков, то не исключено, что возникнет эффект снежного кома. Что там сотни потоков, постоянно выполняющие эту операцию, не могут между собой поделить. А если к ним присоединяются еще остальные, то у вас будет такой очень-очень никиложрущий ваш процессор лок. Хотя никакого лока, де-факто, там будет только атомики. Понятная идея? То есть, по сути дела, эти атомарные операции и мьютексы по смыслу использования аналогичны. Они позволяют потокам иметь доступ к общим данным и при этом не нарушать их целостность. Но в зависимости от того, насколько дорого вам вычислять эти значения и насколько много потоков эти вычисления будут производить, вам стоит использовать либо одно, либо дорого. Понятная идея? Вообще, говоря, если там посмотреть в этом пэкадже... А, ну да, во-первых, тут, как вы можете заметить, там get and update, можно там по помощи лямбда-выражений все это довольно сильно упростить. Это я так как бы рассказывал по такому цикловому операции. Здесь можно все это несколько упростить по помощи лямбда-выражений, которые, например, этот цикл спрячут внутрь себя. Вот тут есть, да, get and update. Значит, это операция, которая, получая текущее значение, сравнивает его и записывает, если оно осталось предыдущим. И, соответственно, если не предыдущим, то оно повторяет операцию. Понятно, что делать, где этот update? То есть, смотрите, мы считали некое значение из нашего переменной. Потом произвели над ней какую-то операцию и, возможно, записали туда эти данные. По сути дела, эту операцию можно, здесь этот цикл можно обобщить до лямбда-выражения, так ведь? То есть, которая принимает на вход то, что записано, а возвращает то, что нужно записать. Понятно? Соответственно, вместо этого do while можно было бы написать что-то типа atomic-max, get and update, core-max, max, больше чем, core-max. Понятно, что я сделал? Считали, что там записано, сравнили. Если больше, то записываем туда max, если меньше, то записываем туда core. А записываем куда? В atomic-max. Ну, get and update. Получить и обновить. Получаем, обновляем. Соответственно, если обновить не получится с первого раза, да, потому что значение, которое было записано, изменится, то эта операция еще раз вызовется в цикле. То есть, по сути дела, вот тот цикл, который мы здесь записали, просто спрятан внутрь вот этой функции get update. Но нам не нужно вспоминать все эти сложности, как вы там мне приписываете фразу про то, что цикл в 21 веке это не круто. Вот, если вы считаете, что цикл в 21 веке не круто, вот вы можете использовать лямбовыражение, которое весь этот ваш цикл заменит. Ну, так, в общем-то, банальность просто приятная. Кстати, тот, кто внимательно смотрел, что мы здесь делаем, скажет, что на самом деле это ни черта не эквивалент. Да? Ну, типа, это еще и все атомарно? Нет, это все атомарно, конечно. Но она атомарно, потому что там внутри такую же цикл, как мы здесь написали. Это такое атомарное обновление чего угодно. Ну, а потому что, как вы помните, мы здесь проверяли, Max, и этот комплеренсет вызывали только если это условие выполняется. А здесь комплеренсет будет вызываться в любом случае. Вот. Ну, вот так, такая маленькая деталь. Ну, тут, в общем, есть много таких аналогичных операций. Вот там есть как раз функция для аккумулейтинга, тоже можно ее использовать. Ну, если будет интересно, почитайте. Так, но это еще не все. Где наш package? Package, я хочу package. Тут, конечно, есть там atomic boolean, atomic long, даже long array, референс array, много всякого интересного. То есть референс позволяет любой объект? Вот. Но самое веселое, конечно, референс. Референс позволяет обновлять любой объект. То есть, грубо говоря, он не целое число обновляет, а ссылку. И все это без синхронизации. И все это без синхронизации. То есть, у вас есть там где-то ссылка на какой-то сложный объект. Так ведь? Вы эту ссылку считываете, что-то там с ней делаете, как-то ее там обновляете и записываете. Если параллельно с этим какой-то поток тоже записывал в эту ссылку какой-то свой объект, то у вас все зафейлится. А если нет, то, соответственно, все пройдет нормально. Соответственно, на основе этой штуки можно сделать неблокирующие структуры данных. Например, неблокирующую очередь можно сделать. Помните, да, мы с вами обсуждали блокирующую очередь? А аналогично можно сделать неблокирующую очередь. То есть, есть у нас очередь из нескольких элементов. Похоже на очередь? Вот, у нас есть ссылка, это что, будет tail? Пускай будет tail. Нет, не tail, end. Это будет end. И вот у нас два потока хотят добавить сюда новое значение. Один хочет добавить, второй хочет добавить. Значит, добавить новое значение, это что значит? Это значит, ну, ладно, для простоты это означает, что ссылку на end надо обновить. Так ведь? То есть, у этого надо обновить, и у этого надо обновить. Вот, значит, мы сюда добавляем вот значение. Один поток. Второй поток, тоже хочет найти значение, значит, этот берет себе ссылку на end. Да. Этот берет себе ссылку на end. Взял ссылку на end, взял ссылку на end. Эти end и указывают сюда. Это тоже указывает сюда. Значит, этот объект обновил end на свой. Соответственно, у этого объекта он должен установить ссылку на этот объект. И таки успешно сюда записать новый объект, end. Главное, end тоже переползет на этот объект. Второй список, если захочет обновить эту же ссылку на end, он зафейлится, потому что выяснится, что ссылка на end, пока он обновлял, изменилась. Так есть? Да. Следовательно, он должен все переделать. Следовательно, он должен взять этот end, еще раз считать, записать туда свое, и в итоге она перейдет вот сюда, и, соответственно, end обновится вот до этого уровня. Таким образом, у вас многопоточность будет обеспечена, но никаких локов не будет. То есть, все потоки запишут в очередь свои значения. Ну, может быть, правда, они там перепутают все в порядке, но, как бы, да, если этот поток смог сделать раньше, значит, видимо, он все-таки подошел немножко раньше, чем этот. Значит, это справедливо, то, что его элемент оказался раньше. Вот, но следует в том, что никаких локов, а тем не менее, все эти значения будут успешно записаны. Понятная идея? Вот. Разумеется, это все не просто так, а даже вполне себе активно используется. То есть, если мы там возьмем package, вот, да, package.concurrent, тут есть вот специальные классы. конкурент-linked-decu и конкурент-linked-hue, которые как раз-таки основываются на вот этой самой атомарной штуке. То есть, это неблокирующие очереди, которые позволяют без локов записывать в них какие-то новые значения. Кстати, по лавам тоже много задач именно на описание каких-то своих неблокирующих очередей и прочих интересных штук. Ну что, вы там хотите перерыв или про конкурентные коллекции поговорим еще чуть-чуть? Перерыв. Ну, давайте перерыв. Так. Значит, про конкурент-que поговорили. А, кстати, еще есть очень интересный класс под названием copy-on-write-array-list. Вы себе представляете, да, что такое array-list? Обычный такой самый-самый простой вектор ля-ля-ля-ля. А что, кстати, как вы думаете, если я создам array-list? Ну, пускай там будет из каких-нибудь интеджеров. Значит, вот у меня есть array-list. Я его в цикле каком-то обхожу, там, не знаю, вывожу в него какие-то элементы, вывожу их там на экран, например. А параллельно с этим в другом потоке, в другом потоке добавляю какой-нибудь элемент. Что произойдет? Казалось бы, да, один записывает, а другой выводит. Изменяющая операция только add, так ведь? Допустим, она происходит только из одного потока. Будут ли какие-то проблемы? То есть, могут ли возникнуть проблемы? Потому что, то есть, один поток читает, пишет, другой читает. То есть, по идее, изменяет данные только из одного потока. Повредиться они, вроде как, не должны. Ну, он их выводит. Ну, а что от того, что... Если произойдет релокация, например. Если произойдет релокация, пока этот выводит. Да. Вот, собственно, как правильно нам намекает товарищ Лазаревский. Независимо на то, что концептуально, вроде как, чтение данных их не изменяет. Поэтому чтение данных в целом потока безопасно. Тем не менее, поскольку при обновлении этого списка может произойти там релокация данных, то в итоге этот вывод может начать выводить не те данные, которые он хотел. Так ведь? Вот, с одной стороны. С другой стороны, итераторы. Там же, в принципе, для вывода используются итераторы. Если итератор, он же там тоже как-то получает следующее значение. Если он там получил следующее значение, а там между этими значениями добавилось еще одно. Или удалилось. Да, или удалилось. Ну вот непонятно, как ему в этих ситуациях ввести. Поэтому вот ни черта, ни безопасно. Даже более того, на самом-то деле, если вот эту штуку засунуть вот сюда, банально, из одного и того же потока, то все равно все сломается. Давайте добавим еще что-нибудь. Ну, пускай там будет один. Вот, как-то так. О, все сломалось. Это конкурент modification exception. Вообще, Java не позволяет обновлять какие-либо контейнеры в тот момент, когда кто-то их изменяет. То есть она просто не дает второй итератор? Ну, она не дает, то есть итератор, вот видите, итератор next проверяет, не изменился ли в процессе исходный список. Если он изменился, то она падает. Это так называется fail-fast iterators. То есть, быстрые на упасть. Все это ради того, чтобы гарантировать вам такую вот... Ну, что данные никто не изменяет, пока вы их читаете. Потому что чтение само по себе ни черта не атомарная операция. Значит, что с этим делать? Во самом деле, при многопоточном программировании такая проблема возникает достаточно часто. И если у вас много кто читает ваш список и мало кто в него что-то добавляет, то зачастую ставить log здесь на вывод будет невыгодно. Согласны со мной? Потому что, ну, если поставить log на вывод, то вы убьете всю параллельность во многих случаях, потому что само по себе чтение без изменения является безопасным. Там, конечно, есть довольно интересный класс под названием read-write-log, если вы почитаете, который в состоянии решить эту проблему. Но все равно, в общем, там лишние проверки, лишние блокировки и так далее, и так далее. Вот. А чтобы все это избежать, есть вот этот самый copy-on-write-arraylist. Значит, чем он крут? Ну, собственно, мне кажется, что уже из названия самого все понятно. Copy-on-write-arraylist, который копирует весь список при перезаписывании. Да, который копирует весь список при перезаписывании. Соответственно, если по этому списку кто-то осуществляет итерацию в это время, то он будет осуществлять итерацию просто по старой копии. А все добавления будут происходить в новую копию. Да, выведется старой. И он производится именно копирование всего списка? Да, он производится именно копирование всего списка. То есть это не такая там структура данных со множеством версий? Нет, это, ну, условно сказать, можно сказать, что это структура данных со множеством версий, потому что все старые версии, если ссылки на них кто-то хранит, они сохраняются. Вот, если там кто-то получил итератор по старому списку, то этот итератор будет ссылаться на старый список. Например, если связанный список, можно использовать совместно множество данных. Просто если использовать, например, связанный список, то мы можем просто изменять где-то три элемента, то есть ссылки между ними. Да, да, да. Собственно, вот во всех этих лиспах, да, и прочих скалах, где списки строятся как регурсивная структура данных, да, то есть список это элемент и список, то такой проблем не возникает. Потому что каждый раз, когда вы получаете список, это один из хвостов текущего списка. Ну, или эти вектары на деревьях. Ну, и вектары на деревьях это уже более заморочено, что тут нет никаких вектаров на деревьях, тут просто при добавлении у вас скопируется список. Таким образом, добавление в него потока безопасно. Так, шаблон проектирования... А, никто у вас не знает шаблон проектирования. Как это называется? Обсервер. Подписчики. Когда мы храним список подписчиков и по какому-то событию их всех уведомляем. О каком-то событии. Вот. Ну, представляете себе, да? Есть события, мы события храним в списке. Точнее, подписчиков на событиях храним в списке, потом сейчас... Обсервер хранит список подписчиков, а нам рассылает записи. Да, да, да. Он хранит список подписчиков и потом рассылает им сообщения. Вот. Список подписчиков очень хорошо хранить в Copy-on-Write. Потому что подписчики добавляются крайне редко, а события им рассылаются достаточно часто. Тем не менее, если в процессе рассылки сообщения кто-то добавится в ваш список подписчиков, то будет очень печально, если что-то сломается. Поэтому вот можете использовать Copy-on-Write и List в этих случаях. И еще, пожалуй, даже на самом деле самая, на мой взгляд, популярная структура данных из этого набора с префиксом конкурент, это конкурент-хэш-мэп. Конкурент-сет есть? Ну, можно сделать из конкурент-хэш-мэпа. Есть вон skip-list-сет. О, кстати, тоже очень обожаемая структура данных, но я боюсь, что я вам не буду про нее сегодня рассказывать, потому что... Ну, потому что, видимо, все-таки за рамки. Но очень рекомендую почитать, это структура данных, которая... Вероятностная структура данных, которая меня просто очень радует. Ну ладно, я не про нее хотел сказать. Я хотел рассказать про конкурент-хэш-мэп. Представляете себе, да, как установят хэш-мэп? Да? Представляете себе обычный хэш-мэп? Как работает хэш-мэп? Хэш-мэп там какой-нибудь string, Vintager. Или даже не... Ну, пускай он будет там в хэш-мэп. Ну и что это сделано, да? Вот. Как будет вести себя хэш-мэп в многопоточной среде? То есть вот у меня есть мэп, и я там из детских потоков в него что-то пишу. Там из одного потока пишу... Добавляю что-то одно. Из другого потока добавляю что-то другое. Будет это работать? Если это один thread... А это второй thread. То есть, например, поскольку он устроен как массив списков... Так, кроме лазарейского, скажите мне, будет это работать в многопоточной среде? Один thread, второй thread. Я пишу в разные ячейки, обратите внимание. Вот это вот такой ключ, я трогаю ключ. То есть, если бы здесь был бы один, тот же ключ, ну, я понимаю бы сомнения. Но ключи разные. Они в любом случае могут случайно оказаться вместе одинаковыми. Ну давайте, кто-нибудь скажите мне свое веское слово. Это даже второй курс должен знать. Даже в лапшинок, да, как работают хэш-мэпы. Ой, как все плохо. Скажите, через сколько лекций можно к вам прийти, когда он закончится с многопоточностью? Не знаю. Слушайте, по-моему, я когда-то, когда я там что-то про коллекции рассказывал, я спрашивал, знаете ли вы, как работает хэш-мэп, и сказали, что знаете, как работает хэш-мэп. Да, наверное, это сказал я. Это то, что там берется хэш-функция от чего-то, и дальше с ним как-то работают. Но больше я ничего не знаю. Так. Я боюсь, что мне сейчас придется это рассказывать, потому что в противном случае фокус не получится. Хэш-мэп. Да, хэш-мэп. Давай. Насколько ему? Мне нужно в поляну. Нет, давайте я лучше нарисую вкратце, потому что иначе все будет очень печально. Так, сколько у нас там времени-то? А, ладно, нормально. Значит, хэш-мэп реализует такое понятие, как карта, да? Мэп. Что угодно, да? Например, строки в int. И должен нам обеспечить доступ по ключу значению за единичное время. Какие структуры данных мы знаем, которые умеют обеспечивать доступ по ключу за единичное время? Так, Лазаревский молчит. Массив, да? Мы знаем, что массивы позволяют нам получить доступ к этому элементу. Что, вертикально рисовать? Ну, не знаю, я сегодня что-то горизонтально очень получил. За единичное время. То есть мы, зная индекс, можем в любой момент получить этот элемент. И нам нужна для этого всего одна операция, да, там, сложение указателей. Так ведь? Да. Но проблема в том, что мы хотим искать не по целому индексу, мы хотим искать по строке. Что делать? Хэшируем строку. Хэшируем строку. Хэшируем строку. Вот. То есть нам нужно как-то из строки получить число. Но мы же знаем, как из строки получить число. Мы же знаем такую штуку, как хэш. По алгоритмам скажем, да? Ну, что с ним, с алгоритмом? Не будем пока по алгоритмам. По алгоритмам хэшируем строку, там можно отдельную лекцию, а то и отдельный курс лекции по хэшированию строку рассказать. Ну, в общем, берем... Нужно давать более-менее равномерное распределение. Да что с ним, пусть хоть какое-нибудь распределение дают. Значит, нам нужна функция, которая... Что делать? Что такое хэш? Решнего. Хэш. Хэш-отображение. Тсс. Хэш. Что такое хэш? Шалгородская? Ваша версия? Так... Второй курс, что такое хэш? Николай Николаевич, вы что такое хэш-таблица и спрашиваете, что такое хэш. Нет, ну что такое хэш, ну не точно должны знать. Я свидетель, как второму курсу Рустам Шельманович что-то рассказывал. Я просто присутствовал при этом. Я хочу, чтобы они мне это сказали. А то я буду теперь всех ненавидеть, но отыграюсь, как обычно, на третьем курсе. А, тогда предлагайте. Хэш — это такая хитрая функция, которая любые данные отображает в данные фиксированного объема. Ну, в последовательность байтов фиксированного объема. Сейчас, в следующем случае, мы можем считать зафиксированный объем, там, не знаю, 4 байта, и тогда будем считать, что функция хэш отображает нам любой объект какой угодно длины в 4 байта, то бишь в целое число. Понятная идея? Если кто-то контрольную сумму видел. Да, если кто-то контрольную сумму видел, то нет. И, собственно, радость в том, что у любого объекта джавы есть специальная функция под названием хэш-код, который, собственно, и делает хэш-код для любого объекта джавы. Таким образом, при помощи этой функции мы можем получить для любого типа данных некое целое число. А значит, мы можем для любого типа данных это любой тип данных использовать как индекс к массиву. Понятная идея? Собственно, дальше, по-моему, вы уже мне можете объяснить, как это работает. Так ведь? Да, дальше все банально. Если мы из этого стринга получаем целое число... Какое-то соответствие вставится в некоторой строке, да? Да. В каждой строке соответствует... Да. Значит, если у него хэш 105, значит, он такой есть. То есть, чем хороший хэш, тем, что он для некоего набора байтов всегда будет возвращать один и тот же другой набор байтов. Соответственно, когда мы еще раз передадимся до эту строку, мы получим этот же номер ячейки. Так ведь? Запишем здесь число, которое здесь у нас было. И получаем прекрасно работающий ассоциативный массив, который за единичное время нам все дает. Так ведь? А вы говорите, деревья, деревья. Видите, как все просто. Прекрасно? Все, вы теперь знаете, как работает хэш? Согласны со мной, что все прекрасно? Да. Согласны со мной, что все прекрасно? Лазаревский не одобряет. А Лизии нет. Да, у нас может быть другая строка, которая равняет этот хэш 105. Ну, окей. И как тогда изменивать? А там другой, по-моему, массивный мап, который есть. Так, что-то вспоминает. В смысле, другой мап это 3 мап. Значит, на самом деле, нам здесь нужно хранить не 8, нам нужно здесь хранить целый список. И здесь, на самом деле, нам надо хранить исходную строку. И какая-то там другая строка, которая имеет тот же хэш, который здесь есть. И это еще одна беда. Вторая беда. Здесь это у нас целое 4-байтовое число. То есть, сколько у нас тут может быть значений? 4 миллиарда. Да, 4 миллиарда. Следовательно, чтобы выделить нам этот массив, нам нужно сколько памяти? 4 гигабайта. 4 гигабайта. Соответственно, объект типа хэшмэп будет занимать 4 гигабайта оперативной памяти. Я так понимаю, что это не есть айс. Поэтому, в общем, все печально. Поэтому, короче говоря, на самом деле так никто не делает. Как правило, этот хэш берут не до 4 миллиардов, а этот хэш ищут от него остаток отделения на какое-нибудь относительно небольшое число. Если значений слишком много, то это число увеличивают. Там всякие возникают коэффициенты заполнения. И прочие хитрые штуки. Но, в общем, ладно. Я думаю, что про как только устроен хэш, вы вкратце вот так вот, понятное дело. А про всякие там открытые адресации и прочие борьбу с коллизией можете где-нибудь почитать отдельно. Очень рекомендую, потому что если будете устраиваться куда-то программистом, это такой вопрос, который я бы у студентов бы точно спрашивал. Потому что он очень хорошо рассказывает на том, насколько вы глубоко понимаете программиру. Так вот, в связи с вот этой штукой. Все-таки поток 1, поток 2. Будет это работать? Когда у нас из двух разных потоков, мы хотим записать в этот массив новые значения. В большинстве случаев будет работать. То есть, понятное дело, я не знаю, как там реализоваться. Может, они там выбрасывают исключения при конкретной модификации. Вообще, в большинстве случаев они друг другу не должны мешать. Но, знаете, в многопоточном программиру в большинстве случаев это, считай, не работает. Да, но... То есть, если вы... А так, понятное дело, что они могут столкнуться в одном списке. Или, например, они достигнут в их хэш-центр заполнения, в результате хэш-клюш-центр недействительно. А? Все поняли, что сказал товарищ Лазаревский? Нет. Допустим, то есть, во-первых, с некоторой вероятностью у этих двух строк может быть одинаковый хэш. На самом деле, если здесь у нас достаточно маленькое число, да, то есть мы, на самом деле, используем не 4 миллиарда, а всего 20 значений, то вероятность того, что у них будет одинаковый хэш, ну, весьма высока. Соответственно, они попадут вот в этот список, в один список. Список, обычный список. Значит, обычный список конкурентно модифицировать плохо, поэтому все зафейлилится. Понятная идея? В любом случае у нас периодически вот этот коэффициент, да, который мы находим остаток отделения нашего хэша, он может меняться. И тогда случается перестраивание хэша, когда ваш массив, например, сильно заполнен. Значит, раз он сильно заполнен, то его нужно переделывать. Один из потопов может получиться ключ, который уже делен, но в этот момент произойдет перераспределение, ключ станет. Да, 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 да. Если у вас будет произойти перераспределение, то это будет та же самая проблема, что просто в варей лист добавлять значения. Короче, когда все плохо, что будем делать в связи с этим? Как нам сделать хэшмэп, так, чтобы он работал в многопоточной среде? Если нам все-таки надо вот это делать из двух потопов, что будем делать? Мы можем блокировать, например, чтобы поток, когда он записывал, чтобы когда он попал, уже вычислил хэш и начинал запись, то есть там начал шрастить по списку, в этот момент он должен взять блокировку именно на этой первой списке. Ну, на самом деле, самое банальное, что мы можем сделать, просто наложить mutux, да? Так ведь? Можем наложить mutux на все? Вот, синхронизит мэп. Можем же так сделать? Все? Теперь все потоку безопасно? Да. Значит, пока один добавляет, другие ждут. Какой бы хэш у него ни получился, это не важно. Все ждут. Но косяк в том, что, разумеется, все будет работать медленно. Поскольку, на самом деле, такие структуры данных в каких-нибудь там серверах используются очень-очень часто, и если пока один пользователь там читает что-нибудь или записывает в базу данных, все остальные пользователи ждут, но, как вы понимаете, много пользоваться таким сервисом никто не будет. Так ведь? Можно просто на разные локи, можно наложить локи как на определенные списки, так и мы можем наложить локи, например, на метод, который вызывает расширение таблиц. Да. Значит, в итоге мы можем как-то с этим бороться. Один из самых простых способов, на самом деле, внутри этого мэпа использовать не один большой массив, а использовать много маленьких массивов, так называемые сегменты. Здесь там хранить хэши от одного до, не знаю, до двухсот, здесь там с двухсот одного до четырехсот, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Тогда, по крайней мере, то есть те строки, у которых хэши будут из разных сегментов, по крайней мере, не будут друг другу мешать. Понятная идея? Хорошо, а если они мешают? Ну, если они попали в один сегмент, или если еще что хуже, у них одинаковый хэш, ну тогда, да, тогда нам придется запустить лок. Но, как вы можете заметить, это будет происходить гораздо реже, если мы разобьем на достаточное количество сегментов. А, то есть мы будем включать этот лок намного реже, если разобьем на это сегменты? Да, да. То есть соревноваться за хэш будет гораздо меньше объема. На самом деле, это типичная ситуация для любых распределенных систем. Это так называемый шарлим. Когда мы часть пользователей храним в одной базе данных, на одном сервере, часть пользователей на другом. Который попал в одну часть мотива, он не блокирует остальных. Который попал в одну часть, да, не блокирует тех, которые впали в другую часть. Не, не, а он блокирует тех, которые попадут в эту же часть. Ну, да, хотя там тоже несколько более углубленных. Так, чтобы не делать локи по конкретному цепочке. Там он не просто блокирует себя подряд, там действительно разруливают более углубым способом. Вот. И, собственно, вот эта концепция реализована в этом самом конкурент-хэш-мэп, который я вам только что пытался рассказать. Не, ну в чем смысл ограничивать запись? Ну там все достаточно. Сделано значение, если можно ограничиться одним хэшем. А от перестройки? В смысле? А просто заблокировать перестройку и... Ну вот, там, собственно, так и сделано. Там заблокировано... То есть там был блок... Да, ну зачем нам брать блок на 200 ячеек, например? Если мы можем брать на один список, то есть там где-то 3 значения. Ну а перестройка? Ну а перестройка? Просто... Пускай перестройка блокирует остальные потоки. Ну вот, собственно, здесь вы используете... Воню, concurrency level. Собственно, это и есть параметр, который определяет... Ну не то, чтобы точно определяет, но примерно определяет, насколько сегментов нужно будет разбивать этот самый хэш. Нет, ну да, в принципе, то есть такая суровая блокировка накладывается только на внутренние элементы. Там активно используются вот эти все эти атомарные операции. Там еще могут быть достаточно умные, чтобы блокировку включать только тогда, когда надо. Так что там все не так просто.